МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ситуации разбирались наши корреспонденты. Министерству чрезвычайных ситуаций России 28 лет. Спасатели страны празднуют свой профессиональный праздник. Все подробности мероприятия сегодня в выпуске. Новый год без долгов призывают встретить налоговики Дагестана. Очередная акция Федеральной налоговой службы прошла в Махачкале. В Буйнакске идет разбор конструкции моста, который рухнул накануне. Напомним, пострадали трое рабочих. Они находятся в больнице, один в тяжелом состоянии. Что стало причиной обрушения, выясняла Луиза Раджабова. Ей слово. Новый год без нового моста. Вот такой подарок для жителей Буйнакска. По нему планировалось спустить основной поток автомобилей, ведущей в горную местность. Отметим, что если бы мост рухнул после официального открытия, то жертв было бы намного больше. Обрушение произошло при заливке бетона примерно в 3 часа дня. Главная версия на сегодняшний день – это ошибка на этапе строительства, из-за чего конструкция не выдержала собственного веса. Ответы на все вопросы дадут две экспертизы, назначенные следствием. Это судебно-медицинская и строительная. Уже возбуждено уголовное дело. Тем временем пострадавших рабочих в тяжелом состоянии доставили в Буйнакскую городскую больницу. В тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы у него диагноз тяжелый ушиб головного мозга, суббрахминдальное кровоизлияние, внутримозговая гематома. Состояние на сегодня стабилизировалось. На сегодня он, возможно, будет переведен в Махачкалу. Сопровождение нейрохирурга, сопровождение реаниматолога. Дальше для дальнейшего лечения, возможно, будет переведен. Но сейчас решается вопрос о переводе. Пока ситуацию никак не комментируют в Министерстве транспорта Республики. Кто больше виноват произошедшим, заказчик или подрядчик, покажет дальнейшее разбирательство. Однако, известно точно, глава Дагестана Владимир Васильев взял ход расследования под личный контроль. Лиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Буйнакск. Сегодня спасатели отмечают свой профессиональный праздник. МЧС России в этом году празднует 28-ю годовщину. В Главном управлении Республики Дагестан по этому случаю прошло праздничное мероприятие, которое началось с церемонии награждения. Сотрудники были поощрены за успехи в работе ведомственными медалями, орденами, почетными грамотами и воинскими званиями. Кроме них, медалями и подарками были награждены герои-дагестанцы, которые в экстремальных условиях, рискуя своей жизнью, спасли других людей. В канун празднования Дня спасателя в селении Ахты открыли пожарное депо. Объект посетил министр МЧС Дагестана. Перед новым зданием гостей встречали хлебом с солью, а затем с приветственной программой выступили участники хореографического ансамбля. Глава местной администрации отметил, что теперь жители села могут рассчитывать на оперативную помощь при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Также рабочие места в селе получит 18 человек. Ну а Нариман Казимагамедов обозначил, что это 35-я пожарная часть, которая открывается в республике с 2010 года. Надеюсь, что новая часть, которую мы сегодня открываем, не понадобится вам, чтобы на выезде ЧАЭС пришли на пожары. Я хочу пожелать нашим бойцам, нашим огнеборцам, чтобы достойно нести свою службу. От вашего каждого выезда, от вашего реагирования, каждый секунд должен быть начеку у нас, каждый секунд. Зависит жизнь довольного человека, который поважает беду. Сразу после, перед воротами пожарной части под звуки сирен, состоялся первый тренировочный выезд пожарного караула. Затем гости совершили обход гаража и служебных помещений. Встретить Новый год без долгов призывают налоговики Дагестана. В республике стартовала акция Федеральной налоговой службы. Одним из мест ее проведения стал Махачкалинский аэропорт. В рамках общероссийской кампании инспекторы помогают гражданам проверить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности. Кроме того, желающие могли здесь же выяснить причины ее образования, получить платежные документы, а также узнать, как их оплатить с применением интернет-сервисов. Сегодня мы проводим информационную кампанию Новый год без долгов. Направлена она на побуждение граждан уплатить имеющуюся задолженность по налогам. И сделано это для удобства, в первую очередь, граждан. В целом, обеспечили удобство для граждан, чтобы они могли уплатить задолженность. И рассказываем о возможных негативных последствиях, которые могут быть в случае неоплаты ими данной налоговой задолженности. ВСММ, избивший в Москве студента из Дагестана, получил тюремный срок – 4 года и 3 месяца. Такой приговор накануне вынес Хамовнический районный суд столицы. Напомним, на Амира Абу-Муслимова в мае этого года в парке напал незнакомец, его ровесник Анвар Басиров, который оказался профессиональным бойцом. Молодой человек получил сильный удар по голове, впал в кому и пробыл в ней несколько месяцев. Сейчас он заново учится разговаривать и ходить. Талантливому студенту-медику предстоит долгая реабилитация. Помимо реальных сроков заключения, суд приговорил обидчика к выплате компенсации на сумму 600 тысяч рублей. По словам адвоката Амира, материальную часть приговора они намерены обжаловать. Более 70 килограммов незаконно добытых осетровых изъято в Дагестане. Рыба была обнаружена у местного жителя неподалеку от поселка Сулак. В ходе рейда по пресечению нелегальной реализации осетровых в Росрыболовстве. Отмечают, что в 2018 году в общей сложности изъято 1513 килограммов рыбы осетровых видов. К Новому году жители села Батлаич и сада Хунзакского района получили особый подарок. В их дома пришел газ. Долгожданное голубое топливо здесь ждали давно. Строительство газопровода провели по программе Минпромэнергореспублики. На мероприятие по этому случаю приехал полпред главы Дагестана в горном территориальном округе, представители министерств и ведомств республики и другие гости. Как и положено, все началось с традиционного зажжения факела. Около трех тысяч дагестанцев заболели ОРВИ за минувшую неделю. Об этом сообщают пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора. Всего зарегистрировано 2845 случаев заболеваний. Из них в столице заболевших 1161 человек. Специалисты напоминают, что наиболее эффективный способ предотвращения заболеваний – это вакцинация. На 21 декабря в Дагестане против гриппа привито 1 172 483 человека, что составляет 43% от численности населения региона. Самурский лес в новом году станет национальным парком федерального значения. В рамках реализации проекта «Экология» будет создано 5 нацпарков. В числе регионов, попавших под его реализацию, оказалась и наша республика. Сквер будет состоять из двух изолированных участков общей площадью более 55 тысяч гектаров. Отметим, что Самурский – заказник единственной в Евразии. Там растет более тысячи видов растений, обитают около 500 видов животных, более сотни из которых занесены в Красную книгу России. Межконфессиональный диалог среди молодежи – как преграду на пути распространения экстремизма в обществе. С таким лозунгом в стенах ДГИ был проведен молодежный форум. Всего мероприятие приняло участие около 100 человек. В рамках форума были проведены лекции по основам толерантности в мировых конфессиях и тренинге. Молодежный форум «Межрелигиозный диалог» в современных условиях будет проходить в несколько этапов. Буквально первый этап у нас прошел, в январе у нас будет проходить второй этап, где мы выезжаем в Калмыкию, Калмыкинский государственный университет, где наши студенты и студенты Северо-Кавказского федерального университета и Калмыкинский государственный университет совместно принят участие в занятиях, тренингах. Потом следующий этап у нас будет проходить в городе Стабель, Северокавказ, и последний этап, опять же, у нас будет проходить форум уже четырехдневный, большой, на 180 участников, где приедут ребята из Калмыкии, Ставрополя и Дагестана. Вот такая вот идея у нас, что мы должны понимать, что мы живем в одном великом государстве, где все конфессии имеют равные права и возможности. Ну а Хасавьорт вот уже девятый раз признан лучшим спортивным городом в Дагестане. Администрация города была награждена дипломом первой степени в республиканском конкурсе за лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, мэр Хасавьорта Зайнудин Акмазов был отмечен ведомственной наградой Министерства по спорту за активное содействие в развитии физической культуры в республике. В Москве накануне стартовал международный турнир по вольной борьбе среди юношей. По итогам первого дня у воспитанников дагестанских спортшкол три золотые медали. Вне конкуренции в своих весах были Рамазан Багавуддинов, Ахмед Зубейров и Ариб Абдулаев. Помимо этого, в активе наших вольников есть две серебряные и три бронзовые награды. Добавлю, что турнир уже второй год собирает лучших спортсменов юношеской возрастной категории. Среди участников есть победители первенств мира и Европы. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин